Йо, привет! Меня зовут Павел Абастов, я Instagram-эксперт, а в этом обучающем видео я с тобой поделюсь своими советами и наработками по введению профиля Instagram в декабре, январе и феврале, чтобы твой Instagram набирал больше лайков, комментариев, подписчиков, чтобы росли показы и охваты. Всё это ты узнаешь в этом видео, поэтому прямо сейчас поддержи меня своим старским лайком, а я начинаю. Вот и наступил декабрь, кстати, я тебя с этим поздравляю. И тут у тебя назрел вопрос. Многие магазины, блогеры начинают очень много публиковать постов, и ты спросишь, а сколько же нужно публиковать постов в декабре, в январе, в феврале и вообще в зимнее время? Ты должен понимать, что в Instagram умная лента, и она понимает, какие пользователю нравятся посты и, возможно, предполагает, какие посты в будущем человеку понравятся. Поэтому мой тебе совет, не надо публиковать много постов, не надо публиковать 3 поста в день, 2 поста в день и даже 1 пост в день, это очень много. Мой тебе совет, не публикуй больше 4 постов в неделю, а в идеале от 2 до 4 постов в неделю, в зимнее время, само собой. Лучше пусть твоих постов будет немного, но они будут качественнее. Как показала моя практика, ты видишь это сейчас вот тут на скринах, я публикую посты в среднем раз в неделю, либо 2 поста в неделю, но очень редко. В основном 1 пост в неделю. Я публикую посты не часто, то есть я не надоедаю своей аудитории, но посты получаются у меня качественные, интересные, яркие, насыщенные. В них очень много полезной и интересной информации, и соответственно я получаю более хороший фидбэк от своей аудитории. То есть в лайках, в комментариях, в сохранениях, в посещениях профиля и так далее. То есть я публикую посты редко, но они получаются очень качественные. Соответственно вовлеченность в моих постах очень высокая. И алгоритм, то есть умная лента Инстаграм понимает, ага, раз я публикую не часто посты, но я публикую и посты набирают много лайков, буду-ка я предлагать посты Паше другим на постоянной основе его подписчику. Соответственно у меня растут показы, охваты и я в принципе в плюсе, я доволен. То есть практика показывает, что в идеале от двух до четырех постов в неделю, не более. Второй совет от меня. Пожалуйста, в зимнее время перестань покупать рекламу Инстаграме, потому что, во-первых, она дорогая, во-вторых, в зимнее время ее просто много перенасыщения происходит и она неэффективная, ну и в-третьих, используй бесплатные способы продвижения Инстаграма. В зимнее время их использовать намного проще, удобнее. Ведь, как показывает практика, в зимнее время все эти бесплатные способы работают намного лучше, чем платные. Поэтому не используй рекламу в зимнее время. Что еще не стоит использовать в декабре, либо вообще зимой, в январе и феврале, это накрутку. Потому что, во-первых, она стоит денег, во-вторых, часто накрутка неэффективная. Ну и в-третьих, Инстаграм сейчас активно борется с накрутчиками, которые накручивают лайки, комментариев и подписчиков. Об этом во всем я рассказывал вот в этом видео, если хочешь, посмотришь. То есть, накрутка перестает работать, Инстаграм списывает лайки, это все неэффективно. И вообще, я тебе не советую использовать накрутку. Вместо этого, я тебе рекомендую составить контент-план, то есть, контент-стратегию. То есть, начертить таблицу, либо взять обычный лист А4 и написать по датам, какие посты когда публикуются, какой текст и так далее. Проще всего это сделать в каких-нибудь своих заметках, напоминаниях и так далее. То есть, ты заранее подготавливаешь, например, 10 фотографий, пишешь заранее 10 постов и расписываешь время, когда эти посты будут выложены. То есть, заранее подготавливаешь контент-стратегию и, само собой, формируешь зимний стиль ведения своего профиля. Еще парочку моих советов по контент-плану. Помимо заготовки постов, это все понятно, посты должны быть на зимнюю тематику и интересна твоя аудитория. По поводу фотографий, пожалуйста, не поленись и сходи в какую-нибудь фотосессию, либо возьми телефон, либо фотоаппарат и пофотографируй себя и вообще своих друзей. Помимо каких-то своих фотосессий, в которых ты будешь выявлять свои живые эмоции, радоваться в каких-то зимних нарядах, куртах, пухковихах и так далее. Пожалуйста, заготовь и другие фотографии на зимнюю тематику. Например, какие-то зимние прикольные сладости, прикольные зимние места, локации, в которых ты либо даже нет тебя. То есть, твой контент должен быть максимально в зимнем стиле. Ну и, само собой, основные зимние цвета это белый, зеленый и красный. Ну и коричневый чуть-чуть. Поэтому, пожалуйста, используй эти цвета в формировании своего инстаграм-стиля. Ты вот такой подумал, блин, а Паша говорит, не покупай рекламу, не пиарь себя нигде за деньги и так далее. Так как же раскручиваться зимой? Зима это время веселья, встреч и так далее. Поэтому, пожалуйста, пользуйся бесплатными способами продвижения, такими как взаимный пиар и коллаборации. Находи людей, у которых может быть такая же, как у тебя целевая аудитория. Ну и, само собой, смотри по статистике. Например, у тебя 5000 подписчиков и у твоего знакомого тоже 5000 подписчиков. Вы договариваетесь о встрече и идете совместно куда-то. Например, в кино. Делайте совместные фотографии и выкладывайте их в своих аккаунтах, добавляя ссылочку через собачку на аккаунты друг друга. Соответственно, часть ваших подписчиков переходит, чтобы узнать, а что же это такое человек? И, пожалуйста, делайте все это в непринужденной манере, чтобы это не было похоже на рекламу и взаимный пиар. Делайте это как органичную коллаборацию. Типа как встреча давних знакомых или поход друзей в кино. Соответственно, так каждый из вас будет в плюсе. У вас появятся новые фотографии, эмоции, впечатления. Ну и, само собой, так вы получите больше подписчиков друг от друга, ну и из других источников. Например, из хэштегов, из геолокации и так далее. Ну и седьмой совет на декабрь от меня. Пожалуйста, расскажи о себе своей аудитории. Дай им знать, кто ты, чем ты занимаешься, какие у тебя интересы или хобби. Расскажи о своей профессии, чем ты занимаешься, раскрой детали своей жизни. Ну и, само собой, рассказывай о внутренней кухне твоих жизненных процессов. То есть, как у тебя все происходит, как ты живешь и так далее. Например, если ты актер и выступаешь в театре, то расскажи какие-то закулистые истории, возможно, всякие казусы и смешные ситуации, которые происходят у тебя в процессе твоей творческой деятельности. Если ты зубной врач, то расскажи о своих недовольных клиентах, либо о довольных клиентах, с какими проблемами они сталкиваются и вообще какие-то свои смешные истории из рабочего пространства. Рассказывай за кулиси, все это интересно твоей аудитории. Я тебе реально говорю, это очень интересно. Например, если я расскажу о том, как проходит мой день, или как я снимаю свои видео, либо что сколько стоит, сколько я зарабатываю, либо я расскажу о трудностях, с которыми сталкиваются блогеры, такие же, как и я. Такие посты наберут максимальное количество лайков, комментариев и фидбэка от аудитории. Это проверено и это реально работает. Поэтому потрать свой декабрь, чтобы наделать прикольных фотографий, сделать контент-план и поделиться с аудиторией, кто же такой и чем ты им интересен. Ну и само собой расскажи аудитории, дай какую-то не только интересную информацию, но и полезную информацию. Расскажи, кто ты и чем ты занимаешься. Это все будет мега полезно твоей аудитории и так ты наберешь больше лайков, комментариев и само собой подписчиков. Поэтому вот такие вот были советы на декабрь в инстаграме от меня. Если ты хочешь больше полезных таких вот видео, связанных с инстаграмом, то можешь подписаться на этот ютуб канал и прожать царский лайк. Также подписывайся на мой аккаунт в инстаграме, пока это можно делать, пока я инстаграм это не запретил. Но я так байчу, конечно. Просто подписывайся, там очень интересно и весело. Но само собой пиши в комментарии, как тебе видео, есть какие-то вопросы, задавай их. Я отвечаю на все комментарии и очень хорошо реагирую на обратную связь. Поэтому, пожалуйста, поддержи меня своим царским лайком и напиши свою обратную связь ниже в комментариях. А если будет много лайков, то я расскажу, как я набрал столько показов и охватов. То есть я поделюсь приложением бесплатным по обработке фотографий. И эта обработка фотографий тебе поможет больше набирать показов и охватов. Соответственно, это круто. Если интересно, то просто ставь лайк. Будет 500 лайков, я сделаю такое видео. А если вы прощаетесь, пока.